Ну, значит, сегодня я продолжу свой рассказ о великом праведнике, великом мудреце, о великом Ицхаке Лурия, о великом Аризале. Продолжу рассказ о его жизни. В прошлый раз мы закончили на том, что, ну, во-первых, его рождение было предсказано самим Ильёй Пророком. И его рождение было очень-очень неординарным. Сразу было видно, что родился необыкновенный ребёнок. С самого детства он себя проявлял как очень-очень гениальный ребёнок, который схватывал всё на лету и имел необыкновенное желание узнавать больше и больше. Потом умер его отец. И заботу над семьёй и духовную заботу о маленьком Аризале взял на себя Раф Клонимус. Вы помните, я про него рассказывала историю, как он воскресил убитого мальчика, который смог рассказать действительно правду о том, кто был его убийцей. И таким образом он спас еврейскую общину в Стамбуле. Нет, не в Стамбуле, в Египте. Вот. И в любом случае вы можете послушать прошлый урок, чтобы напомнить себе, что там происходило. Ну и в итоге Раф Клонимус умирает, но так как он нарушил шаббат, потому что он написал, чтобы спасти, чтобы оживить мальчика, чтобы спасти вообще всю еврейскую общину, ему пришлось написать в шаббат на пергаменте имя Бога, зашифрованное. И таким образом он как бы нарушил шаббат, хоть даже для спасения людей, всё равно он сказал, что когда я умру, на мою могилу бросайте камни, камни, как только придёт на мою могилу. Ну и просто, конечно, люди не бросали, а в течение ста лет просто оставляли камни. Ну и сейчас до сих пор осталась эта традиция, которая является как раз проявлением вот этого воспоминания, напоминания о великом чуде, которое произошло в эпоху султана Сулеймана. И это чудо совершил Раф Клонимус. Когда умер Раф Клонимус, конечно, еврейская община в Иерусалиме лишилась как будто бы своего отца, своего лидера, духовного наставника, очень хорошего человека, чуткого. Это было большое горе для всех, но большим горем это было для семьи Аризали, потому что как раз Раф Клонимус был как отец, второй отец для Аризали. Поэтому для них это было и в материальном отношении, и в духовном очень серьёзное испытание. И таким образом семья оказалась в очень такой ситуации неприятной. Но дело в том, что у мамы Аризали, у неё был очень богатый брат. Этого брата звали Равим Мордыхай. Равим Мордыхай. И он в то время жил... Равим Мордыхай Франсис. Или Франсис, не знаю иногда, как удавление ставить. И он жил в то время в Египте. Так, сейчас вот я вам что-то там говорила, я, по-моему, что-то перепутала. То, что я про Равина Клонимуса говорила, это было в Израиле. Вот. Вот этот брат маме Аризали, он жил в Египте. И когда он узнал о положении печальном, в котором оказалась семья его сестры, так как он был состоятельным человеком, он тут же послал людей для того, чтобы привезли всю семью к нему в Египет. И когда уже вся семья могла добраться до Египта, там уже в то время у Аризали были братья и сестры, вот, их встретил дядя с открытым сердцем, с открытым домом. Он их снабдил всем необходимым, и одеждой, естественно, и жильем. И самое главное, дал всем своим племянникам самых лучших учителей для того, чтобы они изучали Тору. И в это время перед Аризалем, перед молодым Ицхаком открываются прекрасные двери в прекрасное блестящее будущее. Вообще, еврейская община в Египте имела такую очень большую историю и очень интересную историю. Еще за полвека до того, как приехала туда семья Аризаля, там происходили очень большие военные действия между мамлюками и турками-атаманами. Постоянно происходили стычки, борьба за территорию, за власть. Ну и в конце концов, конечно, победили атаманы, но вот во время всех этих неприятных исторических событий и борьбы, в принципе, еврейская община могла бы очень сильно страдать, но каким-то совершенно невероятным и чудесным образом она все время выходила, спасалась и еще, кроме того, умудрялась вообще развиваться и процветать. Вот так вот Бог заботился о своем народе в Египте в то время. И там было в Египте очень много беженцев, в том числе из Испании, которые бежали от Инквизиции Страшной. И вообще было много известных раввинов со всего мира даже, которые спасались в Египте. И вот Рав Мурдыхай, дядя Аризаля, брат мамы Аризаля, он был как раз таким иммигрантом, который в свое время эмигрировал из, по-моему, из Испании. Не могу вам сейчас точно сказать. Главное, короче, он был иммигрантом, он славился своей необыкновенной добротой, необыкновенной благотворительностью, щедростью. И к тому же он был Талмид Хахам. Талмид Хахам – это раввин. Его дом, в котором все жили, там вместе был огромный дом и был центром, где собирались великие мудрецы, проводили свои собрания, решали там все необходимые вопросы, которые необходимо было решить. И в этом доме как бы сочеталось два пункта очень важных – и тора, и богатство. И в этом доме рос Аризаль, и многие известнейшие раввины, которые приходили часто, были, можно сказать, постоянными посетителями в этом доме, они отмечали именно качество и количество знаний маленького мальчика, потому что это было что-то совершенно исключительное. И они были удивлены и поражены не только тем, сколько он знает, какое количество всего он помнит наизусть, но они его уважали за его характер, потому что его характер был совершенно необычайным. Он имел такую огромную веру и настолько боялся согрешить, что это просто бросалось всем в глаза. Ну, боялся согрешить это не в плане в каком-то плохом, а в плане том, что, например, если послушный ребёнок не хочет отцу сделать неприятное, каким-то образом совершить какой-то проступок нехороший, очень любит своего папу, вот так же виделась вера Аризаля в своего Всевышнего Отца. И это не могли не замечать. И, конечно, Раф Мурдыхай, дядя, он очень быстро понял, какое сокровище находится в его руках, насколько был вообще ценным этот ребёнок, этот мальчик. И он стал просить своего учителя, у него в то время был тоже, мы знаем всё равно, у каждого учителя свой был учитель, и у Равина Мурдыхая был свой учитель Равин Давид бен Замра. Это тоже был очень-очень известный мудрец, Радбас его акроним. И тот имел свою ишиву, но в эту ишиву не принимали кого попало. То есть туда отбирались то ли самые вообще блестящие умы, самые лучшие вообще ученики, и в эту ишиву взяли Аризаля. И настолько он был блестящ как ученик, просто отличался от всех остальных, что его даже записали в класс с намного старшими учениками, чем он. И существует, есть доказательства, там письма, под которыми ученики подписываются, которые показывают вообще духовный уровень всех учеников этой ишивы. И имя Аризаля становится все более-более известным, все более людей и мудрецов им восхищаются. И он был завидным очень женихом. В то время, знаете, что вы все уже знаете, наверное, что женились очень рано, в 15 лет уже был возраст, когда выдавали замуж и женили своих детей. И Раф Мурдыхай, дядя Аризаля, он имел дочку, которая тоже славилась очень прекрасным характером, своими добрыми делами, добродетельностью, своей скромностью, вообще хорошими манерами. Никто не решался представить дочь свою такому великому вообще молодому мудрецу, а Раф Мурдыхай мечтал об этом. И когда он сказал и своей дочке, и Аризалю о том, что вот у него есть такая мысль поженить их, они оба сочли за честь принять этот брак, пожениться, потому что они оба понимали, какой высокий уровень у каждого из них, каким высоким уровнем они обладают. Вот и произошла совершенно шикарная свадьба, на которой присутствовали не только вообще великие мудрецы, члены собрания, члены сообщества, но даже присутствовали члены дворянства и двора самого султана. Дорогие друзья, скажите, меня слышно хорошо, видно хорошо, чтобы я была спокойна, а то вы как-то не реагируете совсем на меня, и я так думаю, может меня как-то не слышно, не видно. Ну, с другой стороны, молчание – это тоже ответ. Так, что происходило дальше? Да, вот вижу ваши знаки. Хорошо, продолжаю. О, Леора, здравствуйте, Леора. Прекрасно. Так, что произошло дальше? Так как Раф Мурдыхай был необыкновенно щедрым человеком, его заботой было то, что он хотел содержать полностью семью молодую, и он это сделал с огромной радостью, лишь бы только великий Аризаль продолжал свое обучение, ни в коем случае не останавливал изучение Торы. И он с огромным удовольствием содержал молодую семью. И в 1549 году, что соответствует 5349 году, Аризаль начинает учиться у великого раввина Бетсалель Ашкенази. Он был очень известным раввином в Египте, имеющий огромное духовное влияние вообще на всех евреев. И он был автором очень известных произведений. И таким образом вот учитель и ученик сошлись вместе, и они были очень едины по духу. Когда они начинали вместе изучать, то есть их изучение было как сотрудничество, они отключались вообще от всего, их уже не интересовало ни еда, ни питье, ни время. Время летело просто незаметно. Спасибо большое вам за ваши комментарии. Спасибо, я вижу. То есть для них существовала Тора. То Тора для них это была сама жизнь. И они таким образом отключались от всего и наслаждались изучением. Кстати, семью раввина Бетсалеля также содержал дядя Аризаля, раввим Мортыхай. И вдвоем учитель и ученик, они как бы дополняли друг друга и создали, в принципе, очень много трудов. Многие комментарии к трудам тоже написали. Но, к сожалению, как тогда бывало очень часто, большинство из этих трудов погибли в пожарах. В Турции уже, по-моему, где-то уже намного позже. И вот в течение семи лет Аризаль был учеником у раввина Бетсалеля Ашкенази. И они посвящали очень много времени для постижения именно открытой части Торы. То есть мы знаем, что... Так, я сейчас на минутку исчезла. У меня прекратился интернет. Надеюсь, что сейчас всё будет нормально. То есть изучали они, что Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд и различные Бай, Хатурин. И эти знания были совершенно необходимы, безусловно. Но это всё была открытая Тора. А мечтой Аризаля всегда было изучать закрытую Тору. То, что скрыто вот в этом уровне сот. То, что называется кабалой. Вот. Потому что он хотел таким образом ещё больше приближаться к Создателю. И, в принципе, в то время немногие мудрецы уходили на этот уровень изучения кабалы, потому что это был вот этот клад, это сокровище, такой бриллиант огромный, для изучения которого нужно было не просто иметь желание или усердие, нужно действительно было научиться вообще оторваться от всего земного. То есть люди, которые заходили на этот уровень, они уже отказывались от земных забот. Они с этим миром материальным уже были практически не связаны, их не волновало, они могли ни есть, ни пить, вообще не спать, вообще никогда. Вот. И поэтому вот такие изучения вот этих вот тайны Торы в то время не было огромного количества желающих, чтобы предпринимать такие усилия, чтобы очистять себя и становиться более святым. для поднятия на такой уровень. И, кроме того, естественно, нужно было совершенствовладеть открытыми знаниями Торы, то, что было открыто. И вот Аризали все время тянуло к этим тайным знаниям, которые являются как-то и содержатся в вековала. Вот. Но, понятно, пока он еще ничего не изучал, потому что в то время мудрецы, они передавали все от мудреца к своему ученику, ни в коем случае ничего не записывали, чтобы, не дай бог, эти знания не попали в руки каких-нибудь непристойных людей, потому что здесь речь шла о очень серьезных вещах, вообще явлениях природы, о том, как вообще функционирует вообще вся Вселенная. И впоследствии они, как бы, мудрецы, изложили некоторые свои принципы такие небольшие в письменном виде и давали своим ученикам рекомендации для того, чтобы можно было понять то, что было написано. И поэтому вот по таким этим принципам потихонечку передавал учитель из одного поколения свои знания в другое поколение. И поэтому называется это «Наука Кабала», потому что в переводе она означает как раз «передавать». Вообще, хотелось вам еще рассказать, но уже 20 минут рассказываю, я не знаю, как вы, друзья мои, согласны еще немножко послушать меня, каким образом вот эта мечта Аризаля, начать изучать Кабалу, начала исполняться. Давайте я вам быстренько постараюсь рассказать, мне тоже очень хочется больше всегда рассказывать, но, к сожалению, время как-то очень быстро проходит. Один раз, это было в Шаббат, Аризаля, как всегда, пошел в синагогу в субботу молиться, и он не любил сидеть на первых местах, где сидели самые уважаемые люди. Он все время уходил назад, где сидели какие-нибудь там бедняки или кто просто вот заходил в синагогу случайно. Он любил быть там, чтобы ему сосредоточиться на молитве и вообще соединиться со Всевышним. И вдруг рядом с ним садится такой человек, совершенно незнакомый, которого он раньше не видел никогда в синагоге. Этот человек открывает, у него была с собой книжка такая, он открывает книжку и там делает вид, что он молится, но Аризаль понял, что человек этот, нет, не следует молитве, потому что было видно, что он потерялся. Он у него разрешил, там взял разрешение взять эту книжку и видит книжку, посмотрел, видит, что это не Сидур, это не молитвенник, а какая-то другая книга совершенно непонятная. Вот. Он встал, пошел, взял Сидур в синагоге, нашел страницу там, на которой шла молитва, и потом отдал этот Сидур, показал вот этому человеку, где нужно молиться, и таким образом, вот когда молитва закончилась, Аризаль попросил у этого человека дать ему эту книгу. Стал ее смотреть и видит, что это какие-то вот эти вот секретные знания, о которых он мечтал. То есть это какой-то манускрит вообще, какой-то древний, не сказано его название. Вот. И Аризаль стал просить эту книгу продать. И вообще нет, он стал сначала спрашивать, а вообще кто вы такой, откуда у вас вот эта вот книга? Он думал, что это какой-то мудрец. Вдруг вот пришел в синагогу, и тогда он очень обрадовался, подумал, что раз мудрец, они могут вместе изучать тогда. Но мужчина сказал ему, что он так смущен был немножко, рассказал ему, что он сын крипто-иудеев, то есть испанцев, которые приняли христианство, чтобы спастись от инквизиции. И он ничего не знал о иудаизме, пока жил в Испании. Интересно. Так, вроде опять наладилась связь. То есть у него были какие-то торговые дела, и он, возможность у него представиться, представилась, он стал состоятельным человеком, и у него представилась возможность уехать из этой вообще кровавой, ужасной страны, из Испании. И он оттуда в итоге уехал, и вот таким образом оказался в Египте. Но он ничего не знал, ни молитв не знал, ничего абсолютно о иудаизме. То есть эта книжка для него была вообще ничто. Единственное, это книжка, он её взял как память, какие-то были у него спрятаны, он нашёл как память о своей семье, какие-то манускрипты, какие-то книги, и вот ему удалось привезти их с собой. И вот эта книга была одна из этих книг. И тогда Аризаль всё понял, он стал уговаривать этого человека продать ему эту книгу, сказал, что он просто мечтает вот все вот эти вот изучать, иметь все эти знания. И когда человек, этот мужчина понял, что Аризаль является великой личностью и хочет эту книгу и иметь у себя для изучения, он её ему просто подарил, сказал, что я человек небедный, я могу себя содержать, мне незачем это продавать, а раз вот тебе нужно это для такого великого дела, я тебе её дарю. И дальше, думаю, что теперь уже на следующей неделе, дорогие друзья, я вам расскажу, каким образом, ведь и нужно было Аризальу получить разрешение у своего учителя, для того, чтобы уже зайти на новый уровень и начать изучать скрытые знания. Ну, обо всём об этом мы уже с вами тогда поговорим на следующей неделе. И я вам желаю всех-всех благословений, всех удач, крепкого здоровья. И будем надеяться, что время пролетит быстро, и мы с вами скоро опять увидимся. Всего вам доброго всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok